Тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в реке вблизи села Демидов, недалеко от Киева. Об исчезновении известной правозащитницы родственники сообщили еще 29 декабря. В полиции версии случившегося пока не комментируют. Но близкие погибшие утверждают, Ноздровской постоянно угрожали в мотивах и версиях, разбирался Александр Васильченко. Тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в 12 часов дня в водоеме вблизи села Демидов, Вышгородского района Киевской области. Женщина была без одежды, хотя украшения остались на ней. Видимых телесных повреждений, уточняют в нацполиции, нет. Комментировать версии случившегося правоохранители пока не берутся. Тем временем близкие и коллеги покойные утверждают, убили Ноздровскую из-за ее профессиональной деятельности. Юрист вела дело о гибели своей сестры в ДТП. Якобы ранее ей угрожали родственники и друзья виновника аварии. В результате уничтожения и погибели Ирины Ноздровской очень много совпадений, которые наступают на одну и очень очевидную версию ее смерти. Виновник ДТП Дмитрий Расашанский. Находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя подозреваемого на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств в суд в Абухове приговорил Расашанского к 7 годам лишения свободы. Ирина Ноздровская лично представляла дело своей сестры в суде. Сам подозреваемый вину так и не признал. Вы ей все-таки не понимаете, не будьте себя, б***я! Я правила дорожного движения не нарушал. У Ирины Ноздровской осталась несовершеннолетняя дочь. Александра Васильченко, Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности, телеканал Интер.